Hello, this is Andrey Гуляев, Don't Speak English School, и в этом видео я расскажу о тех книгах, которые стоит прочесть каждому, кто всерьез собрался изучать иностранные языки и, может быть, даже планирует стать полиглотом. Мне все эти книги, о которых я буду сейчас говорить, очень сильно помогли, я их читал, я их использовал для изучения языков, и даже некоторые методики, которые мы используем в Don't Speak для преподавания английского, подчеркнуты частично из этих книг. Итак, книга номер один. Дина Никуличева «Как найти свой путь к иностранным языкам». Она, с точки зрения психологии, разбирает, как работает мозг и стратегию полиглотов, людей, которые успешны в изучении языков, и рассказывает, как это можно применить в изучении языка. То есть, по мелким-мелким деталям разбираются каждое действие, которое сопутствует изучению языка, и рассказывается, как это можно применить. Книжка психологическая, но абсолютно доступным языком, очень четко и понятно написанная. Она пригодится как преподавателям языка, так и тем, кто его самостоятельно или не самостоятельно изучает. Раз. Вторая книга. Като Ломб. Как я изучаю языки. Чем меня поразило в свое время Като Ломб, тем, что русский язык, а всего она знала 19 языков, она выучила в бомбоубежище во время Второй мировой войны. У нее была художественная книга на русском языке, мертвые души, и русский-венгерский словарь. Да, она по национальности из Венгрии. И этого ей хватило для того, чтобы освоить русский язык. И когда советские солдаты уже вошли в Венгрию, она с ними смогла общаться. На языке, что интересно, книги, отличающиеся, понятное дело, от современного и русского языка. Но, тем не менее, никогда не слышав в жизни речь, она смогла его освоить. Это для тех, кто думает, что нужно, наверное, хорошее пособие. Като Ломб вас переубедит в том, что абсолютно самостоятельно, без какой-либо вообще сторонней помощи, без учебников, курсов и так далее, можно прекрасно освоить иностранный язык. И уж тем более вы сможете это очень легко сделать с курсами. Третья книга, которую я порекомендую, это Дмитрий Петров. Вы его знаете по передаче «Полиглот», YouTube-каналу «Английскому за 16 уроков» и многому другому. Так вот, есть еще книга. Она частично написана самим Петровым, частично написана его другом. Она называется «Магия слова. Диалоги о языке и языках». И действительно в формате диалогов. Просто вот мы с Дмитрием Петровым сидели перевино и заговорили что-то про итальянский язык. Вот примерно таким вот легким разговорным, я бы сказал, языком эта книга написана. Очень легко читается, с юмором, очень приятно, прикольно. Это не то, что прям пошаговое пособие. Ну, честно говоря, ни одна из этих книг не является прям-таки пошаговым пособием. Но она позволяет впитать некоторую философию изучения языков, которые присущи Дмитрию Петрову. И действительно, вы, если смотрели видео, знаете, что она достаточно легко и понятно объясняет грамматику, не видя в этом какие-то загадочных больших сложностей. Книга номер 4. Бенни Льюис «Language Hacking Guide». Она написана на английском языке. Бенни Льюис выступал, в частности, на ТЭДе с тем, как он, с рассказом о том, как он изучает языки. Бенни Льюис не лингвист, не переводчик, нету специального лингвистического образования. Психологического, какого-то, приводительского тоже нету. Он обычный айтишник, который путешествовал по миру, который с удовольствием для себя учил иностранные языки. Он абсолютный любитель, который показывает, что не нужно быть лингвистом, чтобы хорошо знать языки. Он в своем видео на ТЭДе, где вы можете поискать, рассказывал о том, как он запросто путешествует один, приезжает в другую страну, он находит с кем потусить, с кем пообщаться, и вот так вот все это уйдет легко и на ура. Это книжка о том, как стать полиглотом, если вы уже знаете английский язык, просто потому что она, насколько мне известно, не переведена на русский. Так что читайте эти книги, поделитесь своим впечатлением от чтения в комментариях, если вы их уже читали. Если у вас есть какие-нибудь книги, которые вы можете посоветовать, посоветуйте в комментариях с интересом, тоже с ними ознакомить, может быть, даже запишу такую-то видео-рецензию. На этом у меня все, это был Андрей Гуляев, школа английского языка, Don't Speak Goodbye. Подписывайтесь на канал, здесь учат английскому.